Сегодня мы поговорим о многомерном случае, о пространстве РН. Более-менее самые начальные сведения. Просто соберем вместе большинство из тех фактов, которые вы уже, наверно, в разном виде слышали. На самом-то деле, в оставшиеся пары до конца семестра, мы немножко поговорим о том, как устроены кривые или, с точки зрения анализа, функции из Р или подмножество Р в РН. Вообще говоря, многомерный анализ у нас изучает отображение из РМ в РН. Ну и вот, соответственно, в тот случай, когда у вас М какой-то, Н равно 1, это, значит, функция нескольких переменных, когда, наоборот, М равно 1, Н больше 1. Это у нас получается, значит, отображение с многими координатами. Ну вот, до начала давайте посмотрим, что за пространство РН, какие структуры в нем есть. Значит, формально говоря, РН – это, значит, произведение РН раз вещественная оси на себя, то есть пространство строк х1, х2 и так далее, xn. Значит, что это такое? Это первое – это векторное пространство. Векторное пространство. Наши вектора разрешено складывать покомпонентно, значит, если есть вектор х, вектор у, значит, у него есть покомпонентная сумма, разрешается умножать на число лямбда х1 и так далее лямбда х1. Хорошо. Дальше, чтобы еще сразу бы хотелось, значит, поскольку мы занимаемся анализом, хотелось бы для начала завести какую-нибудь метрику на пространстве РН, то есть определить какое-то расстояние между точками х и у. Значит, этих метрик много, но самое стандартное, которое вы уже в школе, естественно, видели – это евклидовая метрика, где расстояние определяется квадратным корнем из разности координат. Значит, вообще говоря, значит, это не единственный способ, но этот самый естественный, потому что отвечает, значит, нашему естественному представлению о длине. Ну и, значит, можно это вывести, значит, из теоремы Пифагора, если вы хотите, у вас есть разложение на Н монтагональных фортов. Получается вот такое расстояние. Значит, другой способ записать это расстояние – это следующее. Давайте определим, значит, вектор Х, и тут есть небольшая неоднозначность, которая стандартная, да, потому что мы можем думать, что Х – это точка, ну вот X1, Xn, да, можем думать, что на самом-то деле Х – это вектор, который соответствует вектору из нуля, который выбран, значит, в эту точку, да. Так иногда удобнее думать, что это не точка, а вектор из нуля в эту точку, и тогда, значит, есть стандартная функция, функция длины вектора, который, конечно же, выглядит вот так, а расстояние по этой длине, тогда будет длина вектора Х – У. Хорошо. Ну, дальше, как только у нас есть метрика, мы можем говорить о сходимости, ну и, в частности, мы можем говорить о топологии, да, на пространстве РН, о стандартной топологии на пространстве РН. Стандартная топология. Значит, как топологию задать через метрику, напомните мне. В качестве базы топологии взять всевозможные открытые шары, то есть, значит, шар радиуса Эпсион вокруг точки Х – это те точки У, такие, что расстояние от Х до У строго меньше Эпсион, и нетрудно доказать, что это база топологии. Стандартной топологии на РН. Значит, какие еще есть структуры в РН, значит, дополнительно к тому, что мы считаем, что точки составляют векторное пространство, кто скажет? Давайте. Что еще можно сделать с векторами, кроме того, что складывать их и умножать на число? Да, есть еще скалярное произведение, да, значит, это некоторая дополнительная структура, которая, вообще говоря, не в каждом векторном пространстве присутствует. Значит, скалярное произведение – это что такое? Значит, здесь скалярное произведение. Значит, это отображение из РН в РН в Р. Так что паре чисел мы сопоставляем некоторое число, которое называется их скалярным произведением, которое, значит, линейно по обоим координатам. Я уж не буду выписывать, что это такое, значит, да. И второе, какое еще свойство есть скалярного произведения обычно требует… Ну, какое бы естественное свойство требует от скалярного произведения, кроме линейности? Нет, это определение перпендикулярности. Хорошо, симметричность. xy равняется yx. Ну, длина вектора, не длина вектора, значит, смотрите. Формально говоря, значит, у нас хотя в РН все собрано вместе, и длина вектора, и норму, значит, много-много-много понятий, значит, есть, и друг через друга переписываются. Тем не менее, формально, для скалярного произведения, значит, третье свойство формулируется следующим образом, что xx больше либо равно нуля, и x на x равно нулю, тогда и только тогда, когда x сам 0, да. Вот. Не отрицательная определенность, значит, соответствующей формы, да. Вот. Ну, и, значит, хотелось бы это скалярное произведение задать каким-нибудь по-компонентным образом, то есть вычислять его из координат. Ну и понятно, как оно вычисляется из координат. Это сумма по k от единицы до n, x като, y като. Хорошо. Теперь давайте подумаем, как бы могли быть устроены, значит, как бы могли быть устроены, устроены другие метрики на, другие метрики на РН. Значит, какая метрика для векторного пространства является естественной? Какие есть, значит, вот, ну вот метрика, вообще говоря, функция, которая удовлетворяет там тоже трем аксиомам, да, там, значит, вот симметричность, неравенство треугольника, невырожденность. Какое свойство, естественно, потребовать от метрики, если мы хотим, значит, как устроены, давайте так вопрос зададим, как устроены метрики в РН. Что еще можно, что еще можно потребовать от них? Ну, смотрите, давайте так, для начала в векторном пространстве, какое есть, какие есть естественные отображения, которые бы сохраняли метрику? Проекцию. Нет, проекция не сохраняет. А, да. Значит, в векторном пространстве, вообще говоря, абстрактном, всегда есть операция трансляции, да, значит, это простая штука. Значит, если у вас есть фиксированный вектор Y, то есть отображение, которое XU ставит в соответствии X плюс Y, правильно? Вот, значит, это отображение называется трансляцией на вектор Y, и вполне естественно, чтобы вот эта самая операция трансляция у нас не изменяла расстояние между точками, да, поэтому, значит, естественным образом, значит, можно потребовать свойства от метрики, чтобы метрика может быть инвариантно относительно трансляции. Значит, это просто свойство, что расстояние от X до Y равняется расстоянию от X плюс Z и Y плюс Z для любого Z. Ну, значит, если мы имеем дополнительно вот такое вот замечательное свойство, то что еще, значит, что еще, что еще, что еще, что еще у нас есть? У нас получается, что на самом-то деле расстояние зависит не от X и от Y, а только от разности X минус Y, да? То есть мы всегда можем сказать, что это расстояние, это расстояние от X минус Y до нуля, правда? Давайте теперь поймем, что все на самом-то деле зависит у нас от функции одной переменной, да, вся, вся метрика, вот. Давайте это расстояние будем обозначать расстояние от точки X до нуля в случае, когда метрика инвариантно относительно трансляция. Будем обозначать вот так вот и назовем это расстояние нормой вектора X. Ну и теперь что значит? Значит, норма получается некоторая функция, которая удовлетворяет, значит, некоторым свойствам в том случае, когда D-метрика, ну, понятным свойствам. Значит, первое, что сразу видно, что норма X не отрицательна, норма X равна нулю, тогда и только тогда, когда X равняется нулю, да? Сразу получается. Сразу получается. Дальше сразу получается что? Сразу получается свойство, что у нас норма X равняется норме минус X, правда? Потому что здесь X и Y можно поменять местами, у нас поменяется местами, поменяется знак вот этого, вот этого, вот этого члена. Дальше нетрудно видеть, что норма X минус Y не превосходит нормы X плюс нормы Y, любых X и Y. Это значит просто написано, что расстояние от X минус Y до точки 0 не превосходит расстояние от X до 0 плюс расстояние от 0 до Y, правда? А это расстояние от X до Y, идеальность треугольника. Ну, и значит, вот это неравенство, естественно, чаще всего записывают или принимаются данные, в зависимости от чего от нормы вы идете или от трансляционной инвариантной метрики, в таком виде, значит, неравенство на норму, что норма X плюс Y не превосходит нормы X плюс нормы Y. Сейчас вопрос, что написано нормы Y. Что? Написано нормы Y. Нор вектор X. Да, хорошо, давайте я попытаюсь писать печатными буквами, чтобы… Норма вектора X. Хорошо, какие еще есть очень простые… Значит, вот у нас получились вот такие вот свойства. Есть еще одно очень простое свойство, которое часто от метрики в векторном пространстве требует и которое приведет к последней аксиоме, которая называется нормой. Значит, в векторном пространстве есть трансляция, да, можем сдвигать все на один вектор, а еще есть стандартное отображение гомотетии, правда, когда просто вектор X переходит в вектор лямбда X, где лямбда какое-то вещественное число. Вот. Ну и, соответственно, значит, хотелось бы, чтобы относительно гомотетии себя функция тоже хорошо вела. То есть, если мы рассмотрим расстояние от точки лямбда X до нуля, то это было бы то же самое, что модуль лямбда на расстоянии от X до нуля. И тогда получаем последнее свойство или аксиоматическое задание нормы, что норма лямбда X это модуль X умножить на норму X. Хорошо. Ну а теперь, значит, немножко перевернем нашу картинку, просто выпишем аксиоматику нормы. Будем говорить, что такая функция, удовлетворяющая, значит, следующим свойством, называется нормой. Ну а расстояние, которое, во-первых, будет инвариантно относительно трансляции и хорошо себя вести относительно гомотетии, значит, у нас получится автоматически как норма разности. Значит, определение. Значит, функция, ну пока из РН, хотя на самом-то деле это для любого векторного пространства, значит, ВР называется нормой. Если выполнено три условия, сейчас мы их просто вместе соберем. Первое, это значит неотрицательная определенность, норма X больше либо равна нулю, норма X равна нулю, тогда и только тогда, когда X равно нулю. Второе, что норма лямбда Х, норма лямбда на норму Х, для любого Х из РН, для любого лямбда из Р. Ну и третье, вот это вот неравенство треугольника, записанное в виде, значит… в виде естественной вещи. Ну вот, значит, стандартное евклидовое расстояние, стандартная евклидовая норма, длина вектора X, норма. Для этого, формально говоря, нужно доказать еще неравенство треугольника, да, потому что первое очевидно, что там сумма квадратов нулю равна тогда и только тогда, когда все равно нулю с умножением на лямбда, тоже все понятно. Ну а вот это, это все-таки некоторое неравенство, да, которое простое, но тем не менее требующее доказательства. Хорошо. Значит, в принципе, все сколько-нибудь, значит, разумные метрики, которые как-то согласованы со структурой линейного пространства, значит, должны устроены быть как норма Х минус У. Значит, теперь у нас получается, что если метрика инвариантна относительно трансляции и согласована с гомотетией, то расстояние от Х минус У определяется нормой Х минус У для некоторой, значит, функции одной переменной, которая является нормой. Хорошо. А есть стандартная евклидовая норма? Она выделяется среди всех норм. Выделяется каким свойством? Тем, что евклидовую норму можно задавать как квадратный корень из некоторого скалярного произведения. Кто мне скажет, почему, если мы сейчас возьмем, я сейчас подберу какую-нибудь другую норму, она не будет согласована с каким-нибудь скалярным произведением? Кто-нибудь может сразу придумать, почему это так? Ну, хорошо, давайте к этому вопросу вернемся. Почему, значит, это единственное? Теперь пока попробуем понять, что же мы можем извлечь из свойства скалярного произведения. Но, значит, следующий результат, я думаю, многим из вас хорошо известен, неравенство Каши-Будняковского-Шварца. Значит, заключающийся в том, что если мы возьмем модуль скалярного произведения, то он не превосходит длины вектора Х на длину вектора У. Для любых Х и У. Ну и как его доказывать, наверное, многим из вас тоже известно. Давайте это доказательство аккуратно повторим. Значит, что мы делаем? Мы рассматриваем произвольный вещественный параметр Т и пишем неравенство Х плюс ТУ скалярно на Х плюс ТУ больше либо равно нуля. Ну, всегда так, да, у нас есть аксиматическое задание. Я почему это пишу в таком виде? Значит, если это написать сейчас в координатах, пользуясь определением Х и У, то, конечно, тоже будет очень простое неравенство, оно доказывается. Но вот это доказательство, которое я привожу, оно, вообще говоря, работает ведь для любого скалярного произведения, правда? Я буду пользоваться только свойствами аксиматическими скалярного произведения, а явным видом не буду пользоваться. Теперь давайте это распишем. Значит, у нас есть свагаемая Х, Х. Дальше есть свагаемая 2Т Х на У, да, потому что одно из них получается, когда мы Х на ТУ умножаем, и другое, когда ТУ на И. Есть Т квадрат Игрек на Игрек. Значит, если у нас Х, Игрек фиксированы, а Т я меняю, у меня получается пленом второй степени, и когда он всегда не отрицательный, я знаю. Значит, формально говоря, значит, чтобы написать, я должен еще отдельно рассмотреть случай, когда старший коэффициент равен нулю, но это тривиальный случай, потому что если Игрек равен нулю, то неравенство тождественным образом, значит, выполняется. Значит, старший коэффициент не равен нулю, тогда я должен написать знак дискриминанта. Ну, знак дискриминанта, понятно, значит, 2Х на Игрек в квадрате минус ХХ на Игрек Игрек. Вот, этот дискриминант должен быть меньше либо равен нуля, да? Четыре. Вот, этот дискриминант должен быть меньше либо равен нуля. Ну, и все, значит, это в точности неравенство Кашиба-Нюковского-Шварца. Более того, мы еще получили с вами дополнительную информацию, какого сорта мы с вами получили дополнительную информацию о том, что когда равенство достигается в этом неравенстве. неравенстве. Когда Х равно Игрек? Ну, не только. Когда один из них ноль тоже. Да, не только. И когда Х равно Игрек достигается равенства, и когда один из векторов равен нулю тоже равенство достигается, еще в каких случаях достигается равенство. Икс является, Икс и Игрек клинеарны, да? Потому что почему? У нас, чтобы... У нас, чтобы в этом... Значит, чтобы это неравенство, чтобы все превратилось в равенство, у нас дискриминант должен обратиться в ноль, правильно? А тут должна быть точка ТЭФ, которая обращается в ноль. Значит, должна быть точка ТЭФ, в которой Х плюс ТЫ равняется нулю. Это означает, что Х равняется минус ТЫ. Ну, Т произвольное число, значит. Где Т из Р. Ну, есть равенство достигается тогда и только тогда, когда Х и Игрек клинеарны. Это может быть полезным. Теперь давайте... Ради интереса докажем то, что Евклидова метрика – это на самом-то деле метрика, пользуясь именно неравенством Кашиба-Нюковского-Шварца, потому что, значит, не пользуясь явным координатным выводом. Это удобнее. Значит, что мне нужно доказать? Мне нужно доказать, что выполнено вот такое обычное неравенство для Евклидовой метрики. Значит, я его возведу в квадрат. У меня будет то же самое. Неравенство Х плюс У в квадрате не превосходит норма Х в квадрате. Ну, а теперь я вспомню, что это у меня определялось через скалярное произведение. Да? Значит, тут у нас будет норма Х в квадрате плюс норма У в квадрате плюс 2 норма Х в квадрате плюс 2 норма Х в квадрате. Значит, это речь идет об Евклидовой норме. Ну, а левая часть, это, значит, в точности Х на Х плюс 2Х, У плюс У на У. Значит, вот это, вот это, вот это и вот это сокращается, остается в точности неравенство Кашиба-Нюковского Шварца. Вот. Таким образом, если мы можем стартовать в нашем определении вообще со скалярного произведения, да, скалярное произведение порождает норму по этому правилу, ну и вот только что мы сейчас доказали, что это на самом-то деле норма является, потому что мы, ну, проверили, значит, неравенство, ну, а все остальное, значит, получается автоматически, потому что одна аксиома совпадает, а умножение на лямбда этого и этого, значит, дает как раз модуль лямбда со множителем здесь. Поэтому, в принципе, вам в вашем пространстве достаточно задать скалярное произведение, ну, из которого, значит, все, все одно, одно за другим потянется. Хорошо. Давайте какие-нибудь примеры дадим норм, которые не вполне, значит, не вполне эвклидовые, а какие-нибудь другие. Аго. Ааа. примеры. Ну, а первый пример давайте посмотрим, значит, в качестве нормы x следующую величину. Квадратный корень из модуль x1 в степени p плюс модуль xn в степени p. Давайте вместо корня напишем степень 1p. Значит, это норма. Есть более простой вариант нормы. Значит, это норма, а теперь кто мне скажет, это норма при каких, при каком p? Ну вот при p равном двойке это просто она совпадает с евклидовой, да? При каких p это будет являться нормой? При p натуральных точно. Ну хорошо, а при каких еще? Формально говоря, мы можем сюда более-менее вещественное число, любое ставить, правда? Да, неравенство. А что это за неравенство? Давайте подумаем, какого сорта? Что? Какого сорта это неравенство? Такого рода неравенства у нас было. Ну, Йенсена, да, выпуклость. Выпуклость по отношению к какой функции? Неравенство Йенсена по отношению к функции x в степени 1 делить на p или x в степени p. Но x в степени p, правда? Потому что нам требуется выпуклость функции x в степени p. Для этого, значит, мы берем вторую производную. Вторая производная это p на p-1 на x в степени p-2. Ну и дальше видно, что для того, чтобы она была не отрицательна, что нам требуется? Нам требуется, во-первых, нам требуется, чтобы p было больше нуля, потому что иначе тут будет плохо с определением этой штуки в нуле. Значит, p больше нуля, а с другой стороны, чтобы знак этот был какой нам нужный, нам нужно было, чтобы p больше либо равно единице. И действительно, при p больше либо равном единице это норма, это можно проверить. Второй способ, естественный способ задать, это написать максимум по йод, модуль x йод. Просто берем, пишем максимальную координату, тоже вполне себе, вполне себе получаем норму. Вот. Третий способ, давайте я его напишу для p, для p равного 2, но на самом-то деле, значит, можно его, можно комбинировать его с первым. Это взять и некоторые оси, значит, у нас вот есть гомотетия, да, которой все координаты растягивают в какое-то число раз. Это не очень сложное свойство. А можно рассматривать афинные преобразования, да, взять одну координату растянуть, или разные координаты растягивать в разное число раз. Значит, если у нас есть набор чисел a1, aN, все из них больше нуля, то можно рассматривать, значит, квадратный корень из a1, x1 в квадрате, плюс и так далее, плюс aN, xN в квадрате. Хорошо. Как еще можно думать о норме? Еще о норме можно думать следующим образом. Можно рассмотреть вот такое множество, значит, единичный шар, только не в евклидовой метрике, а в норме, то есть множество векторов x, таких, что норма не превосходит единицы. Каким свойством обладает этот объект? Значит, ну это какое-то множество, да. Ну, замкнутым это еще надо, значит, проверять, почему функция любая-любая-любая норма непрерывна относительно вот этого. Это некоторое слово, но замкнутость – естественное предположение. Какое еще более естественное предположение? Ну, ограниченность – это опять же вы пользуетесь тем, что вы знаете, что норма, значит, единичная. Что мгновенно следует из x и ом? Во-первых, симметричность относительно нуля, правда? И выпукость. Ну, выпукость, действительно, потому что если у нас есть x и y, и есть некоторое число альфа, то норма альфа x плюс один минус альфа y не превосходит. Значит, альфа от нуля до единицы. Альфа на норму x плюс один минус альфа на норму y не превосходит один, в том случае, если я изначально знал, что норма x и норма y не превосходит одного, да? Вот, поэтому в любом случае, чтобы не было, это центрально-симметричное симметричное выпуклое тело. Хорошо, теперь давайте порисуем, значит, картинки, вот. И понятно, что это тело, если оно просто дано изначально как тело, оно норму тоже автоматически задает какую-то. Почему? Потому что, если вы знаете, значит, поскольку вы знаете свойства, что можно умножать на скаляр, скаляр выносить из-под знака нормы, то вам достаточно знать, значит, для любого из калярельных векторов его норму, все остальное получится автоматически. Давайте картинки порисуем. Значит, какие бывают шары. Ну вот, евклидовой норме, значит, шар-то просто круг радиуса один. Как выглядит шар в lp-норме при p, для начала p равным одному? Как он будет выглядеть? Ромбик. Да, это будет ромбик. Как он будет выглядеть при p большем одного? Да, значит, чуть-чуть более скругленный, чем вот как-то вот так. А окружность будет внутри, потому что вот эта штука при p большем двух, она всегда больше. Значит, будет вот такое вот какое-то тело. Хорошо, это, значит, у нас p больше одного, значит, p равно одному, это p больше двух. Это p равно двух. Значит, ну от единицы до двух будет что-то посередине. А вот для случая, значит, вот второго, как будет выглядеть единичный шар? Это просто квадратно. То есть, когда видите, квадрат, на самом-то деле это не квадрат, это шар. Просто подходящий, 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 подходящий норме. Вот. Ну и, значит, нетрудно, нетрудно, если вы попытаетесь нарисовать выпуклое центрально-симметричное тело, то вы увидите, что есть некоторая сложность сделать его неограниченным, правда? Вот. Потому что так неограниченное выпуклое множество ноль, конечно, содержать может. Какое-нибудь такое. Вот. Но как только вы его пытаетесь сделать центрально-симметричным, у вас сразу наступает проблема, ваше множество должно быть ограничено. Значит, это теорема, которую я не буду доказывать, но давайте сформулирую, потому что она важная. Значит, говорит она следующее. Следующим, без доказательства. Значит, в РН все нормы эквивалентны. Что это означает? Это означает, что если у нас есть норма с индексом 1, ну, хорошо, 1 давайте наверху, чтобы... Или внизу, но я буду в круглых скобках ее ставить, чтобы не путаться с стандартным обозначением. И норма с индексом 2, то существуют константы c маленькая и c большое, такие, что cx1 не превосходит норму x2, не превосходит c большое на норму x1 для любого x из РН. Значит, в качестве самостоятельного размышления... Давайте я поставлю это упражнением с двумя этими. Вы можете подумать, как бы ее можно было доказать, но доказательства на самом-то деле, какую идею должны использовать. Ну, понятно, помните, мы обсуждали с вами, что выпуклая функция всегда непрерывна, правда? Ну, вот и тут можно завести какую-нибудь... Из какой-то выпукости, которая у нас есть для единичного шара нормы, значит, изобрести какую-то непрерывность. А когда у нас есть непрерывная функция, например, по углу на ограниченном множестве, то мы знаем, что она достигает максимума, да? Ну, из этого, значит, более-менее все уводится. Вот. Но из этой теоремы, значит, которую в курсе будет без доказательства, можно сделать один очень важный вывод. Важный вывод заключается в том, что все топологии, что все нормы, все нормы порождают одну и ту же топологию. Все нормы порождают одну и ту же топологию. И это довольно важные... Все нормы ВРН. Это довольно важное свойство именно конечномерного пространства, потому что в бесконечномерном пространстве у вас уже это будет не так, и это очень существенно меняет, так сказать, всю-всю-всю-всю-всю картину мира. Как только вы попробуете рассматривать вместо конечных строк бесконечные, например, с тем же условием, ну, бесконечные, так что сумма квадратов с конечной длиной, да, вот, с конечной длиной вектора, то у вас уже норм там может быть очень-очень много разных, и это очень сильно портит жизнь. А так видно, да, что, значит, в любой такой единичный шар по норме можно вписать шар радиуса Эпсион по эвклидовой норме и какой-то большой шар радиуса Эр по эвклидовой норме, который его покрывает, потому что в качестве одной из норм здесь можно взять эвклидовую. Заметим, что такой способ, значит, здесь вместо функции модуль X степени P и такого усреднения можно взять более-менее выпуклую функцию одной переменной, и у вас получится то же самое. Итого у нас получился вывод, что какую бы мы метрику не пытались задать, если она оказывается инвариантом относительно трансляции и согласованной с гомотетией, то всегда получается из этой метрики одна и та же топология. И это очень удобно, потому что, в частности, значит, это означает, что всякие исходимости, значит, когда речь идет об отображениях из R в Rn, то у нас, значит, естественным образом, ну, какие бы мы хотели рассматривать отображения такого сорта, непрерывные, гладкие, один раз там бесконечно гладкие, да, то когда у нас вот такая вот штука происходит, то мы все можем рассматривать, значит, такой неформальный принцип, все можно рассматривать покомпонентно. так все равно непонятно, что написано, да? Ну, хорошо, придется вам, в общем, слушать, что я говорю, а не писать. Вот. Вообще говоря, значит, тут надо быть, тут надо быть осторожным, потому что это так хорошо именно для отображения из R в Rn. Вот если вы уже будете рассматривать отображение из R в R, это уже не совсем так. Вот. Ну, а тут это так просто потому, что когда у вас есть последовательность векторов x, и вот тут очень плохо с нотацией, да, потому что если я набрешу xn, то у меня будет соответствующая координата, да? Значит, последовательность векторов xn, каждый из них, это вектор xKt, вектор из Rn, да? Вот. То xKt стремится к нулю тогда и только тогда, когда любая его компонента, xKl, стремится к нулю, как числовая последовательность, l от 1 до n. Вот. Точно так же определение непрерывности, значит, формально оно у нас может быть топологическое, да? Что такое непрерывная функция, если мы говорим о топологических пространствах? Прообраз любого открытого открыт. Да, прообраз любого открытого открыт, но, значит, на языке окрестности означает, что всегда можно подобрать окрестность в прообразе, которая целиком лежит в той окрестности, которую мы, значит, задали. Вот. Ну и поскольку наша окрестность, значит, мы вправе выбирать любую метрику, выберем Евклидову, у нас получается, что если норма x меньше нуля, меньше эпсимон, так это следует, что любая компонента xL по модулю меньше эпсимон для любого L от единицы до n, а в обратную сторону, если xL меньше эпсимон для любого L от единицы до n, так значит, норма x не превосходит n на эпсимон. Поскольку n – это размерность пространства, некоторая вещь фиксированная, то все можно проверять покомпонентно и определение непрерывности, что функция f из r в rn называется непрерывной, если из того, что xN стремится к x, следует, что f от xN стремится к f от x, ну, значит, xN стремится к x, у нас это обычная сходимость на вещественной прямой, а f от xN стремится к f от x, мы понимаем в том смысле, что модуль f от xN минус x стремится к нулю, или что то же самое, что каждая компонент этого вектора стремится к нулю, и то же самое с гладкими отображениями, потому что значит, какое общее определение значит гладкости отображения, вообще определение гладкости отображения это то, что оно хорошо аппроксимируется линейным, правильно, отображение f называется гладким, из r в rn гладким, если f от x равняется lx, плюс омавая, и теперь вместо модуля x я пишу модуль, но имею в виду длину вектора x, ну, значит, это я в нуле, значит, гладким, гладким в нуле, ну, а дальше, как не в нуле, вы, вы, вы сами сообразите, ну, а линейное отображение из r в rn, они все устроены очень просто, это просто набор, набор коэффициентов, да, вот, и поэтому дифференцирование тут имеет покомпонентный характер, то есть, если у вас f от x, это на самом-то деле строчка из, строчка из компонентов f1 от x, fn от x, то f' от x, значит, вот, у нас, вообще говоря, дифференцирование покомпонентно. Именно поэтому это все можно, значит, такой объект можно изучать, пользуясь, как бы, по сути, анализом одной переменной. Давайте я для примера приведу плохой пример, когда у нас есть отображение из R2 в R, где свойство непрерывности уже не столь очевидно. Вот смотрите, давайте посмотрим вот такое отображение из R2 в R. Значит, оно определено будет следующим образом, значит, f от x, y, но равняется x, y на x квадрат плюс y квадрат, квадрат, когда либо x, либо y, в общем, x квадрат плюс y квадрат больше нуля, и нулю, когда x равняется y равняется нулю. Явно задано, значит, вот своей формулой. заметим, что с ним происходит удивительная вещь, а именно, что как только вы посмотрите его непрерывность покомпонентно, то оказывается, что покомпонентно он непрерывен на прямых, потому что, например, если мы зафиксируем x фиксировано и не равно нулю, то никаких проблем в непрерывности по y функции нету, правильно? Это штука, которой знаменатель отделен от нуля, да, то есть на каждый такой прямой, где x фиксировано, у нас непрерывности есть. Значит, если x равно нулю, то тоже никакой проблемы нету, правда? Потому что вверху будет тождественный ноль, ну и в нуле, значит, ноль. Вот. Поэтому на кресте она тождественный ноль. Ну и с y то же самое, если вы y фиксируете, значит, и меняете x, тоже будет непрерывность. Вот. Но если мы рассмотрим совокупность переменных, ну именно, значит, у нас есть отображение из r2 в r, то непрерывности не будет. Почему? Кто мне скажет? Нет, она будет зависеть от того, по какому направлению мы устремим к нулю. То есть, если мы рассмотрим вот такое направление x равно y, то есть, вектор xx, и x устремим к нулю, то у нас, какой бы x бы ни брали, сколько угодно маленький, у нас получается будет функция f от xx равняется одной второй, правильно? А по прямой она равняется нулю. Ну а если посмотреть f от x2, и x, получится что, две пятых, да? Ну, в общем, будут разные пределы, в точке 0 непрерывность по совокупности переменных, она потеряется, вот, потому что в зависимости от того, под каким наклоном вы подходите к этой точке, у вас будут разные предельные значения. При этом пределы вполне себе будут существовать, но быть различными. И вот такой сложности в том случае, когда у вас отображение из r в rn, то есть многомерен только образ, у нас нету, потому что тут всегда можно все рассматривать по компонентной, по компонентной непрерывности такая-то одно и то же, ровно вот из этого простого соображения, что сходимость точек в rn это сходимость их по координатной. Ничего, ничего, значит, ничего больше мы здесь не можем сказать. Ну, а если переменных было бесконечное число, было бы уже не так просто. Ну, хорошо, значит, такое соображение мы придумали. Что еще, что еще, значит, надо сказать для общего сведения. Для общего сведения надо сказать, что несмотря на вот такое хорошее покомпонентное соображение, непрерывное просто отображение из rvr может быть ужасным. Значит, мы обсуждали, что вот в случае, когда у нас есть просто непрерывное отображение из rvr, да, оно может быть там нигде недифференцируемым, вот, или может быть быть как кантова лестница устроена как-то сложным образом, но тем не менее, это все равно некоторая штука, которая, например, там делит, значит, это вот я график рисую, отображение из rvr, тем не менее, оно как-то, например, вроде как видно, что оно делит плоскость на две части, да, как минимум, и тут никаких, значит, вопросов нет, есть вопросы, значит, какие-то более тонкие, но вот, если мы рассматриваем просто непрерывное отображение, непрерывное отображение из r в r2, то оно может быть очень плохим, а именно, может так случиться, что у вас есть f из отрезка 0.1 в r2 так, что образ f это квадрат 0.1 на 0.1 это, вообще говоря, контринтуитивно, правда, потому что, казалось бы, когда у вас есть непрерывное отображение, это значит, что что-то, что вроде как, вы в мел можете нарисовать эту кривую, по которой она идет. Ну вот, она, конечно, может много раз там сама пересекаться, но тем не менее, вроде хочется думать, что, значит, если она лежит в ограниченной области, что, по крайней мере, всю область она не может заметать. вот на самом-то деле это не так, свойство непрерывности это очень-очень слабое свойство, оказывается, и может так называться, что, может так оказаться, что непрерывная кривая заметает сразу весь квадрат. Кто знает, как эта кривая называется? Кривая пиано. Хорошо. Давайте, давайте эту кривую построим, чтобы было видно, что вот у нас есть такой плохой пример. Значит, для этого мы будем ее строить итеративно. Вот у нас пусть есть первый квадрат 0,1 на 0,1. Мы его назовем, мы его назовем, значит, этот квадрат и 0, да? И отметим центры центры четырех квадратов в два раза меньшей, в два раза меньшей стороной, ну и соединим их кусочно-линейно, да? Значит, у нас будет А, В, С, Д. У нас будет некоторое отображение, значит, F от точки А, F от нуля у нас будет равняться точке А, F от одной четверти, что, три кусочка, значит, от одной третьей точки Б, F от двух третей точки С, F от единицы точки Д. Ну, а между ними, значит, между ними продолжим линейно. между ними продолжим линейно. Дальше, что у нас, что у нас получается? Значит, у нас получается некоторая кривая, которую назовем F0. Дальше рассмотрим четыре квадрата следующего поколения. Значит, у нас будет и 1, 1, и 1, 2, и 1, 3, и 1, 4. Вот мы их посетили. Значит, вот эти условия мы оставим, заморозим их, да? Ну, теперь у нас есть кусочек кривой, например, который идет от вот этой точки до вот этой. Вот мы вошли в кривую, значит, хорошо, начинаем мы отсюда, вот, например, отсюда до сюда, да? Вот есть первый, первый наш кусочек кривой. Значит, давайте его заменим на вот такой. Возьмем и обойдем в каком угодно порядке последовательно 4 вершины квадратов следующего уровня. А потом вернемся сюда. И таким образом, значит, кусок кривой вот этой вот от нуля до одной шестой заменим на заменим на обход на обход вот этих вот четырех квадратиков. 我們 здесь тут сделаем тоже самое. Мы доходим до вместо дохода до этой точки обойдем все 4 квадрата и вернемся сюда. И здесь тоже обойдем все 4 точки и вернемся сюда. И здесь тоже обойдем все 4 точки и вернемся сюда. Поскольку мы никак не контролируем какую-то гладкость или производную, у нас вполне себе получится следующего уровня отображения f от единицы. Естественно, f от единицы от нуля все еще будет равняться а, единица от единицы все еще равняется d, и то же самое с b и с c, но попутно она еще обходит центры квадратов значит второго уровня, после чего эту процедуру итерируем. Таким образом у нас получается семейство f от единицы отображений из 0,1, ну все они будут лежать внутри квадрата, да, 0,1 крест 0,1, но это пока еще вроде ничего особо, ничего особо нам вредного не дает, потому что, ну что, ну есть такие отображения и есть, они все, значит, каждая из них кусочнолинейная. Каждая из них кусочнолинейная. Значит, что нам про них известно? Про них нам известно то, что они не очень сильно друг от друга отличаются. В каком смысле? В смысле расстояния между точками, поскольку мы, каждое следующее отображение совпадает с предыдущим по точкам соответствующего уровня, то есть вот у нас есть отображение fn, оно обходит, но помимо квадратов, значит, предыдущих поколений, обходит центры всех квадратов поколения n плюс 1, да, обходит центры всех квадратов поколения n плюс 1. Следующее кусочнолинейное, кусочнолинейное отображение fn плюс 1 у нас совпадает с fn в этих точках, да, но тем не менее, и fn, и fn плюс 1 всегда находятся внутри вот этого квадрата n поколения, да, таким образом, для любого х из отрезка 0,1 у нас получается такое неравенство, что модуль fn плюс n на x минус модуль fn на x не превосходит, ну что, сторону квадрата поколения, сторону квадрата поколения n плюс 1, ну, а эта сторона есть 1, дальше надо, значит, степенью двойки не ошибиться, значит, когда n равняется нулю, у нас получается разница между f1 и f0, она не превосходит 1, 2, 1 на 2 в степени n плюс 1, а тут в качестве модуля имеется в виду обычная евклидовая длина, значит, что я еще должен, что, что еще должен поправиться, тоже еще поправиться на корень из 2, да, потому что формально, значит, у нас две точки в квадрате могут находиться на расстоянии корень из 2 на длину этого квадрата. Хорошо. А теперь я попробую определить предельное отображение, вот. Как я буду определять предельное отображение? Ну, понятно, каким образом, значит, я попытаюсь написать сумму, значит, f0 от x плюс сумма по n от единицы до бесконечности fn плюс 1 от x минус fn от x. Ну, сумму я написать могу, но вопрос теперь, почему эта штука сходится? и мне нужна не просто ее сходимость, а какая? Кто мне скажет? Да, мне нужна равномерная сходимость. Вот. А почему есть равномерная сходимость, кто скажет? Значит, смотрите, смотрите, я тут, значит, как всегда вас немножко не то чтобы обманул, но пользуюсь обобщением, которое я даже формально не сформулировал. Значит, если бы это было отображение из r в r, то есть просто обычные функции, да, то мне бы для проверки равномерной сходимости достаточно было бы взять по модуль каждого из этих чисел и оценить сверху равномерно какой-то там сходящимся числовым рядом, правильно? Значит, тут, естественно, это тоже имеет место, потому что вот она моя оценка, а такой ряд суммы n от единицы до бесконечности корень из 2 на 2 в степени n плюс 1, он, конечно, сходится, правда? Вот. Ну, я теперь хочу эту теорему применять в случае отображения из r в r2. Вот. Ну, на самом-то деле, если вы аккуратно посмотрите доказательства того, что равномерный предел отображения из r в rn, значит, непрерывных отображений из r в rn тоже непрерывен, то заметим, что мы, по сути, нигде не пользовались тем, что у нас отображение не vr, а vrn, потому что все, что мы писали, это оценка. Если вы везде вместо модуля x минус y напишите евклидовое расстояние от x до y, у нас ничего-ничего в доказательстве не испортится. Ну вот, я, в принципе, очень рекомендую все-таки это сделать самостоятельно, посмотреть на доказательства того, что равномерный предел непрерывных функций непрерывен, ну, а тут точно так же сказать, что равномерный предел непрерывных отображений тоже непрерывен. Хорошо, мы получили отображение f от x, которое все еще из 0,1 в 0,1, с 0,1, и оно непрерывное. И оно непрерывное. Вопрос, почему у него образ весь квадрат? Давайте придумаем, почему у него образ весь квадрат. Ну, заметим, что если мы посмотрим на замыкание этого образа, значит, f, отрезка 0,1, некое множество, посмотрим на его замыкание, то это, безусловно, весь квадрат. Мы за него не выходим раз, а с другой стороны у нас наша функция f, она все точки всех, пока все центры всех квадратов всех поколений, она проходит, правда? Вот. Таким образом, любую точку в квадрате мы можем приблизить. Замечательно. Значит, замыкание все 0,1. А почему оно, почему само множество совпадает с квадратом 0,1, 0,1? Образ замыкания. Что? Пробуем совсем общее топологическое утверждение. Значит, есть непрерывная функция, есть образ чего? Замок. Еще раз. У нас есть компакт. Компакт, а образ компакта, да. Значит, отрезок 0,1 у нас компактен, поэтому вот эта штука, она замкнута, ну, а значит, совпадает со своим замыканием. 1,0,1. И мы построили кривую, кривую-кривую пиано, которая обходит все-все-все-все-все-все точки. Вот. Но вот без этого соображения, без этого предельного перехода нам было бы не, нам было бы не обойтись. Вот. Заметим, что тут мы не контролировали то, что некоторые точки проходятся по многу раз, ну и не страшно, как бы. И контролировали, и не контролировали. Вот. Скажите раз, почему F будет непрерывно? Что? Почему F будет непрерывно? Потому что это равномерный предел непрерывных отображений. Давайте аккуратно напишем, смотрите. Если это вызывает трудности. Так, о, вот у меня доска. F от X это предел Fn от X, правда? При n стремящемся к бесконечности, поточечный. Теперь давайте его оценим равномерно. F от X минус Fn от X. Эта штука не превосходит суммы по Fn от N плюс 1 для бесконечности. Fk плюс 1 от X минус Fk от X, правда? А это не превосходит суммы по Fn от N плюс 1 до бесконечности. Fk плюс 1 от X минус Fk от X. Значит, я модуль внес под знак суммы, использовался неравенством треугольника. После чего каждый из вот этих я умею равномерно оценивать как 2 в степени K плюс 1 и сумма по K от N плюс 1 до бесконечности. Ну, у меня получается корень из 2 на 2 в степени N плюс 1 стремится к нулю, когда N стремится к бесконечности. Таким образом, у нас F от X не просто по точечной пределы Fn от X, но вот то, что справа стоит оценка, она от X не зависит, правда? Она от X не зависит, поэтому F от X не прерывит. Хорошо. Давайте тогда зададимся такой вопрос. Ну, вот смотрите, в каком-то смысле мы выяснили, что отрезок и квадрат, они, значит, чем-то похожи. Вот есть такое отображение, которое, как бы, отрезок вроде что-то маленькое, накрывает что-то большое и даже непрерывное. А может ли так случиться, что отрезок 0,1 и квадрат гомеоморфный? Нет, почему? Да-да-да, вам, наверное, на геометрии топологии рассказывали, да? Что значит, никакого гомеоморфизма между отрезком 0,1 и, значит, не существует, потому что можно взять точку, выкинуть ее, тогда отсюда тоже выкинется точка, вот эта штука останется связанным, а вот эта штука не связана, а связанность при гомеоморфизме сохраняется. Ну, а если хочется просто объекцию между отрезком и квадратом завести какую-то, то понятно, да, как это делать. Вы просто записываете, записываете в любой системе счисления, ну, например, в двоичной ваши числа от отрезка до 0,1, после чего разбиваете на четные и нечетные индексы, ну, и получаете, получаете почти объекцию, как всегда, вопрос, что делать с числами, которых бесконечное число единиц, потому что они у нас там склеиваются, да, вот, ну, их счетное число, потому что у вас может так случиться, что здесь нет бесконечного числа единиц, а после вот этого разбиения оно появится, но это такая техническая деталь, потому что этих счетное число вы всегда можете, значит, что-то подправить, но, в принципе, значит, такая объекция могла бы быть устроена, устроена вот таким образом. Хорошо. Поэтому, когда вы говорите о отображении из РВН или что-то же самое, значит, такое отображение называется просто кривой геометрически, да, вот, она может быть устроена очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень хитрым образом, вот. Ну, хорошо. Значит, чтобы вот таких жутких примеров избегать, хочется завести какую-то гладкость, правда? Вот. Ну, давайте, значит, заведем гладкость и посмотрим, что мы из этого можем... Так, вот у нас есть правила покомпонентного дифференцирования. Замечательно. Теперь хотелось бы, значит, придать геометрический смысл этому вектору. Что это такое? Значит, в случае функции одной переменной, это у нас было тангенс угла наклона, да, а в случае, значит, многих переменных, или когда мы говорим о кривой, это касательный вектор, правильно? У нас есть кривая. Ну, вот, можно красиво рисовать картинки только в R2, хотя в R3 тоже можно. Значит, и вот этот вектор это, значит, касательный вектор. Касательный вектор. У меня такой вопрос. А вот если я попытаюсь написать теорему Лагранжа, ну, для гладкой, естественно, кривой, значит, что значит, что для любых любых А и Б гладкой существует существует кси между А и Б. Значит, А и Б сейчас вещественные, значит, ну, там где-то из области определения. Такие, что Ф от Б минус Ф от А это вектор это Ф штрих от кси на Б минус А. Тут тоже вроде все хорошо. Ф штрих от кси вектор. Умножаю я этот вектор на число, да? Кто мне скажет, верно будет эта теорема или нет? Ну, вот так я аналог сформулировал, да, один в один.